Добрый день, уважаемые мамы, папы, надеюсь, бабушки и дедушки тоже. Мы с вами продолжаем разговор о желудочно-кишечном тракте. Следующий орган, о котором мы поговорим, ну-ка идём сверху вниз, да, как многие поняли, это тонкий кишечник, который состоит из трёх частей. 12-перстная кишка, тощая кишка и подвздошная кишка, три части. Причём, если в 12-перстной кишке происходит расщепление жиров, не случайно именно там, потому что в желудке жиры, растекаясь плёнкой, сохраняют слизистую желудку от воздействия токсинов и других неприятных продуктов, которые попадают в пищеварительный тракт, то в 12-перстной кишке жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты. Жиры, расщепление их происходит под воздействием ферментов, которые называются желчь, это фермент, вырабатываемый в печени, и фермент, который вырабатывается в поджелудочной железе, это фермент, называется сок поджелудочной железы. Так вот, эти два вида ферментов расщепляют жиры в 12-перстной кишке. А следующая часть кишечника, тонкая и подвздошная кишка, осуществляет всасывание продуктов переваренных, то есть аминокислоты, глицерин, жирные кислоты, частично оставшиеся углеводы, моносахара, они всасываются в тонкой и подвздошной кишке, в тощей, вернее, и подвздошной кишке, в тонком кишечнике. И это происходит благодаря особому строению этих двух кишок, этих двух частей тонкого кишечника. Особенность трения заключается в том, что, во-первых, тощие подвздошные кишки обладают огромным количеством складок, что увеличивает площадь. Второе, тощие подвздошные кишки обладают огромным количеством ворсинок, как хорошая новая щетка-швабра. Значит, в этих ворсинках течет кровь и лимфа, капилляры, лимфатические капилляры, соответственно, их огромное количество вот там, и благодаря этому поверхность соприкосновения питательных веществ с кровью огромна. И благодаря тому, что вот эти расщепленные молекулы достаточно маленькие, они могут просачиваться через кровеносные мембраны в кровь и дальше расходятся к тем клеточным структурам, которые им нужны. Вернее, в которых они нуждаются, эти органы. В частности, жирные кислоты и глицерин уходят к клеткам печени, которые их перерабатывают. И мы об этом в течение нашего, так скажем, физиологического ликбеза мы обязательно поговорим, но гораздо позже. Далее. Вот между этими ворсинками в тонком кишечнике живет огромное количество бактерий. Причем эти бактерии далеко не всегда вредные бактерии. По большей части они полезные. Но опять же, есть условно полезные бактерии. То есть, что значит условно? Это значит, что в небольших количествах они полезны. Если их количество становится огромным, то они уже становятся неполезными. Они заглушают пользу от бактерий. В чем же их полезность? Дело все в том, что они осуществляют процессы до переваривания. Если какие-то продукты проскочили в тонкий кишечник и не расщепились, они не могут в таком большом объеме, при таких больших молекулах попасть в кровь. Поэтому эти бактерии занимаются их расщеплением. Что же это такие за бактерии, наши друзья? Это, как ни странно, в небольших количествах там присутствует кишечная палочка. Это молочные кислые бактерии. Это бактерии разные, так называемые, бифидобактерии. То есть бактерии, которые расщепляют, еще раз повторюсь, белки, жиры и углеводы до конца, чтобы процесс закончился благополучно. К сожалению, не всегда количество этих бактерий соответствует норме. Достаточно часто их количество падает. И вот тогда возникают проблемы, которые называются таким интересным словом дисбактериоз. То есть нарушение бактериальной флоры тонкого кишечника. Или, ну мы поговорим позже о функциональных нарушениях желудочно-кишечного тракта, потому что очень часто путают две такие вот глобальные момента. С одной стороны, ферментативная недостаточность – это нарушение выработки ферментов. А с другой стороны, дисбактериоз. Они могут быть одно следствие другого. Но чаще всего это совершенно два разных диагноза и совершенно две разные клинические формы. Поэтому мы с вами к этому еще вернемся и будем подробно на эту тему говорить. Далее. Все всосалось. Теперь полезные вещества пошли по адресу, там, где они нужны, где они хорошо используются на благо человеческого организма. А то, что нам не нужно, начало собираться, как говорится, на выброс, да, готовиться в мешке для мусора и на выброс. Где это происходит? Это происходит в толстом кишечнике. В толстом кишечнике. Но прежде чем мы поговорим о толстом кишечнике, я немножечко скажу о заболеваниях тонкого кишечника. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что при воспалении тонкого кишечника, а тонкий кишечник по латыни энтерус, соответственно, возле его воспаления энтерит, оно прежде всего связано с поносом. И вот в кале такого пациента оказывается большое количество каких-то непереваренных продуктов. То есть продукты, которые не успели перевариться и не успели всосаться. Это могут быть продукты, это может быть слизь, это могут быть какие-то другие вкрапления. Если при этом нет рвоты, то это чисто энтерит. Если присоединяется тошнота и рвота, то это гастроэнтерит. То есть идет одномоментная патология и желудка, о чем говорит рвота, и тонкого кишечника, о чем говорит понос. Значит, при этом может быть температура, может быть интоксикация с ее проявлениями и так далее, и так далее. Это идет речь о поражении тонкого кишечника. В толстом кишечнике ситуация складывается следующим образом. Это тоже петли, это тоже довольно длинный орган, а тонкий кишечник, тонкий кишечник – это самый длинный орган человеческого организма. У взрослого его длина составляет в районе 7 метров. Вот представьте себе, столько кишек укладывается в нашу маленькую брошенную полость. Вот. Так вот, возвращаясь к толстому кишечнику, это тоже петли, их меньше по длине, и толстый кишечник тоже состоит из трех отделов. Это слепая кишка с червеобразным отростком аппендиксом, это поперечно-ободочная кишка, и это прямая кишка, которая выходит действительно прямо и открывается задним проходным отверстием или анусом. Так вот, в петлях слепой и ободочной кишки непереваренные остатки собираются в конгломераты и в жидком виде вода еще не всосалась, в жидком виде выходит к финишной прямой к повороту на прямую кишку. И вот тогда всасывается вода. И вот это тоже момент очень важный, и непереваренные остатки, там всасывается не только вода, но и составляющие, некоторые, которые при этом присутствуют, и они не должны быть в горшке. И вот каловая масса выходит в прямую кишку, и дальше перистальтическая волна мышц их выводит наружу через заднепроходное отверстие. Патология толстого кишечника, толстый кишечник по латыни колон, соответственно, его воспаление – это калит. У калита тоже имеются свои клинические проявления. Это может быть и жидкий, и не очень жидкий уже стул, но обязательно должны быть какие-то посторонние примеси. Чаще всего это кровь. Это может быть пена, это может быть зелень, это может быть какие-то другие примеси. не являющиеся содержимым тонкого кишечника. Эти примеси говорят о том, что в организме ременка есть пациента, есть калит. Обычно калит вызывается инфекционными структурами. Это может быть сальмонелла, такой микроб, вызывающий сальмонеллез. Это может быть дизентерийная амеба, вызывающая дизентерию. Дизентерийная палочка еще называют и так далее. Это может быть, ну, надеюсь, вы этого никогда не увидите. Холерный вибрион, микроб, вызывающий холеру. Такое заболевание тоже существует еще до сегодняшнего дня в некоторых регионах. Это все заболевания толстого кишечника. Поэтому это и требует определенного лечения. Значит, о проблемах, связанных с патологией излучно-кишечного тракта у ребенка, различных нарушений и различных, соответственно, способов лечения этих структур. Мы об этом с вами поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами, следите за нашими публикациями, следите за нашими рекомендациями. На сегодня я с вами прощаюсь. Будьте здоровы, берегите себя и дай Бог здоровья вам и вашим близким.